«Не сверни с пути. Только я знаю намерения, какие имею о вас», — говорит Господь, — «намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Еремия, 29 глава, 11 стих. «Завтра пойду на собрание в последний раз», — решила Лена. О своих мучительных переживаниях она ничего еще не рассказывала, ни своим родителям, ни даже самой близкой подруге Ане. Да и как им все это объяснить? Недавно Лене исполнилось 29 лет. Родившись в семье верующих, она с детства знала об Иисусе Христе и вместе с родителями посещала христианские собрания. К Богу обратилась 17 лет и, присоединившись к церкви, всем сердцем стала служить Господу, желая посвятить Ему всю жизнь. Бог одарил Лену многими способностями. Вскоре она была принята в церковный хор, а кроме этого успешно проводила занятия с детьми в воскресной школе. Окончив медицинский институт, Лена устроилась на работу в городской клинике. Узнав о том, что она верующая, пожилой главврач клиники строго предупредил, только не вздумайте вести свою религиозную пропаганду во время работы, я этого не потерплю. Но со временем скромное поведение Лены, ее мягкий и добрый нрав, а также неизменная приветливость ко всем расположила к ней не только придирчивого главврача, но и остальных сотрудников. И все-таки, несмотря на свои успехи, Лена часто переживала глубокое уныние, причина которого была ей хорошо известна. Дело в том, что она жаждала самостоятельной семейной жизни. Но годы летели, и ее подруги из церкви одна за другой выходили замуж, а Леной ни разу не заинтересовался ни один из юношей. Она очень страдала от этого и не могла понять, почему ее не выбирают. Приятная внешность, покладистый характер, престижная работа, музыкальные способности, казалось бы, все это работало в ее пользу. Но все Ленины молитвы об этой острой нужде так и оставались без ответа. Бог почему-то молчал. Правда, однажды во время хоровой спевки она заметила, что Марк, один из молодых участников хора, смотрит на нее как-то по-особенному, с робкой задумчивостью. Сердце Лены взволнованно заколотилось. Марк был богобоязненным, красивым юношей. Ему было уже почти 30 лет, и многие удивлялись, почему он до сих пор еще не женился. Во время следующей спевки все повторилось. Марк несколько раз задерживал на Лене взгляд, а когда она замечала это, поспешно отворачивался. После спевки Лена медленно вышла из молитвенного дома и, пройдя немного, услышала сзади торопливые шаги. Она с замиранием сердце обернулась и увидела перед собой Марка. «Извини, но мне нужно поговорить с тобой об одном очень важном деле», — с волнением произнес он. Вся внутренность Лены затрепетала от радостного предчувствия, и она тихо спросила, «О чем?» «Понимаешь, Лена, ты самая духовная из всех молодых сестер», — вдохновенно воскликнул Марк. «И я всегда восхищаюсь твоими молитвами в церкви и твоим успешным служением в воскресной детской школе, поэтому и решил поговорить именно с тобой». Он замолчал, смущенно взглянув на Лену, которая, затаив дыхание, ожидала продолжения. «Только пообещай мне, что ты никому пока не расскажешь о том, что сейчас услышишь», — попросил Марк, не отрывая от нее взгляда. «Обещаю», — охрипшим от волнения голосом ответила Лена. «Понимаешь, я полюбил Аню и собираюсь сделать ей предложение. Она еще ничего об этом не знает. Я прошу тебя, как ее близкую подругу, помолиться, чтобы Господь дал мне полную ясность в этом вопросе. Ты согласна?» Заметив, что лицо Лены вдруг помрачнело, Марк стревоженно спросил, «Что с тобой? Скажи откровенно, может быть, ты знаешь о ней что-то негативное?» «Нет, нет, не переживай об этом», — с трудом проговорила Лена. «Аня чудесный человек и настоящая христианка. Поздравляю, ты сделал правильный выбор». «Спасибо тебе», — сияя от счастья воскликнул Марк и с горячностью добавил, «Поверь, твое мнение очень важно для меня. Ты, конечно, все-таки помолись, но теперь я уже уверена, что не ошибся. Извини, мне нужно спешить». Торопливо попрощавшись, Марк тут же ушел, даже не взглянув на Лену. А она медленно двинулась вперед, не в силах удержаться от горьких слез, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. После этого случая Лена совсем упала духом. На вопросы встревоженных родителей и близких друзей отвечала коротко и неопределенно. Ей не хотелось никому открывать свою печальную тайну. Продолжая посещать хоровые спевки, она стала так невнимательна, что новому молодому регенту Виктору нередко приходилось делать ей замечания. Однажды во время хоровой спевки Виктор неожиданно обратился к молодой хористке Юли. «Пересядь, пожалуйста, на первый ряд, вот сюда, в центр. Думаю, так будет лучше». Красавица Юля с видимым удовольствием исполнила распоряжение регента. «Спасибо», — довольно произнес Виктор. И, как показалось, Лене по-особенному взглянул на Юлю. «Ну вот, скоро перед нами предстанет следующая мрачная пара», — печально подумала Лена. «Что ж, каждому свое». После окончания спевки регент подошел к Лене и спросил. «Что с тобой, сестра? Ты какая-то потухшая. Могу ли я чем-то помочь?» «Нет, спасибо», — сдержанно ответила она. «Со своими трудностями мне нужно разобраться самой». «Пусть Господь опять зажжет огонек в твоих глазах», — сочувственно пожелал Виктор. «Ты не обижайся на то, что я делаю тебе замечание». «Нет, ведь я действительно невнимательна», — ответила Лена. «Прости, постараюсь быть более сосредоточенной». «Уверен, что у тебя это получится», — ободряюще взглянул на нее, — сказал Виктор. «И помни, ночь всегда заканчивается утром». «Пока они беседовали, все хористы разошлись. В зале осталась только Йоля, которая усердно поливала цветы на подоконниках». «Наверное, Виктора поджидает», — догадалась Лена и беззлобно подумала. «Они подходят друг к другу». После этого жизнь Лены потекла по какому-то другому руслу. Трудиться в церкви она продолжала, но как бы по инерции, без прежнего вдохновения. Это заметили даже дети из воскресной школы. Если раньше они с интересом слушали ее разъяснения, то теперь вели себя вызывающе, а на строгие замечания Лены не обращали никакого внимания. Сотрудники в клинике тоже стали поглядывать на Лену с удивлением. Как-то после обычной утренней пятиминутки главврач отозвал ее в сторону и заботливо спросил. «Что с вами, Елена Максимовна? В последнее время вы какая-то другая. У вас что-то случилось?» «Да, то есть нет». «В общем, не беспокойтесь, у меня все в порядке», — запутанно объяснила Лена. «Хорошо, если так», — с сомнением взглянув на нее, произнес главврач. «Мы очень ценим вас и ваш труд. Если будут какие-то проблемы, не стесняйтесь, говорите прямо. Поддержим, поможем». «Ну вот, я уже и свернула на путь лжи», — со страхом подумала Лена, направляясь в свой кабинет. «Зачем-то сказала, что у меня все в порядке, хотя это далеко не так». Прежде в таких случаях она всегда спешила исправить свой промах, чтобы не потерять очень дорогое для нее общение с Господом. Но сейчас, ощущая внутреннюю нечистоту, Лена упрямо решила оставить все как есть. А причина этому была поселившаяся в сердце обида на Бога, из-за его непонятного молчания в ответ на ее горячие молитвы. Ясно осознавая свою неправоту, Лена в то же время никак не могла выбраться из вязкого болота своеволия. Вскоре в церкви объявили о помолвке Марка с Аней. Глядя на счастливое лицо своей подруги, Лена вдруг решила. «Наверное, для меня будет лучше уйти из церкви. По крайней мере, на некоторое время». На следующее воскресное собрание Лена не пошла, коротко объяснив родителям, что-то мне не здоровится. И тут же мысленно попыталась оправдать себя. «Разве это не правда? Ведь я действительно духовно ослабела». Но все-таки успокоиться ей уже не удалось. «Совесть говорила, ты не только пропустила собрание, но и пренебрегла твоим служением в воскресной школе». «Придется уладить этот вопрос с нашим пастором», – неохотно решила Лена. Встречаться с ним ей не хотелось, поэтому она позвонила ему по телефону и сказала. «Брат Сергей, хочу попросить у вас прощения. В воскресенье я не провела занятия с детьми. Конечно, мне нужно было бы заранее предупредить вас о том, что я не смогу прийти». «Да, это было бы гораздо лучше», – ответил он. «А почему тебя не было? Что-то случилось?» «Нет, просто я себя плохо чувствовала», – сказала Лена. «И вообще прошу вас подыскать мне замену в воскресной школе. Некоторое время я не смогу посещать церковь». «А в чем дело?» – спросил пастор. «Ничего особенного. Просто есть некоторые неотложные дела», – уклончиво произнесла Лена и с досадой подумала. «Ну вот, это уже явная неправда». «Понятно», – ответил пастор. «Может быть, тебе нужна помощь?» «Нет, нет, в этом нет никакой необходимости», – поспешно ответила она. После разговора с пастором Лена решила больше не ходить на христианские собрания. В голове замелькали лихорадочные мысли. «Устрою свою семейную жизнь, а потом…» «Потом обязательно вернусь в церковь и, возможно, вместе с мужем. Ведь я не давала Богу обета безбрачия. Почему же мне соглашаться на одиночество?» Перед ее взором вдруг возникло приятное лицо молодого хирурга Олега, который недавно начал трудиться в их клинике. Во время обеденного перерыва в столовой Лена не раз ловила на себе его внимательный взгляд, от которого сердце начинало стучать быстрее. Было совершенно ясно, что этот симпатичный молодой человек заинтересовался ею. И все-таки, когда приближался очередной воскресный день, она вдруг почувствовала непреодолимое желание еще раз посетить христианское собрание. «Ладно, пойду последний раз», — решила Лена. «Попрощаюсь с Господом». В воскресное утро она вошла в зал молитвенного дома в глубоком волнении. До начала собрания оставалось еще пятнадцать минут. Лена прошла к своему месту и села. В душе появилась какая-то неприятная тяжесть. Лене казалось, что ее никто не замечает, что она здесь никому не нужна. «Напрасно я все-таки пришла», — с досадой подумала она. Но тут к ней подбежали несколько девочек и мальчиков из воскресной школы. «Тетя Лена! Наша тетя Лена пришла!» Окружив ее, с восторгом восклицали дети. «А почему вас в прошлый раз не было? Вы уезжали? Вы заболели?» «Сегодня у нас будет урок?» Всыпались один за другим вопросы. Лена с изумлением смотрела на сияющие радостью детские лица. «Да, мои дорогие», — наконец ответила она. «Сегодня у нас обязательно будет урок. А сейчас побыстрее занимайте свои места, скоро начнется собрание». Дети неохотно отошли, а Лена смотрела им вслед, чувствуя, что в ее душе происходит что-то очень важное. Впервые она вдруг осознала, что является частью Божьей семьи, в которой каждый соединен друг с другом нерасторжимой связью. И ей, как члену этого уникального организма, Богом определено особое место и назначение, ведь Он строит церковь по намеченному им плану. Именно поэтому Господь ведет каждого спасенного своим путем, дает то, что во благо, и не дает то, что во вред. Поэтому нам нужно учиться доверять Ему во всем и благодарить за то, что Он привел нас в большую семью Божьих детей. Собрание уже началось, но Лина еще несколько минут продолжала взволнованно размышлять о своем открытии. Сейчас ей трудно было поверить в то, что она действительно решила уйти из церкви. Да разве можно дышать без воздуха или насыщаться без еды? И какое это имеет значение, выйдет она замуж или нет? Христос и церковь – вот ее жизнь. Все остальное пусть Господь устраивает по своему чудесному плану. После первой проповеди Алина со всеми склонилась для общей молитвы и со слезами внутренне взмолилась. «Господи, какой же Ты! Я пришла, чтобы попрощаться с Тобой, а Ты обнял меня глупую, своей любовью и открыл то, чего я раньше не видела. Прости меня за все мои себелюбивые желания. Теперь я чувствую себя такой богатой. У меня есть Ты, значит, у меня есть все. Кто мне на небе? И с Тобой ничего не хочу на земле». Как никогда еще Лена осознавала такое близкое присутствие Господа, что ее сердце все больше наполнялось ликующей радостью. И это был не просто всплеск чувств, но следствие ее глубокого посвящения Богу. После собрания она первым делом подошла к пастору, чтобы попросить у него прощения за допущенную ею в их телефонном разговоре неправду. «Как хорошо, что Ты пришла!» С радостью поприветствовал он Лену. «Ведь мы еще так и не смогли найти подходящего учителя для воскресной школы». И, взглянув на ее сияющее лицо, спросил. «У тебя, наверное, какой-то праздник?» «Да, у меня сегодня праздник обновления», — ответила Лена. «Понимаете, брат Сергей, Господь только что открыл мне очень важную истину и этим удержал от опасного шага. Хочу попросить прощения у вас. Во время нашего последнего разговора я сказала, что у меня все хорошо, но это была неправда. «Сердечно прощаю тебя. Но, может быть, ты расскажешь обо всем подробнее?» «Да, мне бы хотелось побеседовать с вами», — согласилась Лена. Они прошли в одну из комнат, где обычно проводят занятия с детьми. Подробно рассказав о своих переживаниях, Лена в заключении добавила. «Теперь я понимаю, как важно во всем соглашаться с Господом. Пока я пыталась достичь своего, то совсем потеряла покой. И мне даже в голову не приходило, что еще чуть-чуть я бы свернула с правильного пути. Ведь у меня было реальное намерение выйти замуж за неверующего парня». «Да, такое сейчас случается нередко», — подтвердил пастор. «И, к сожалению, часто заканчивается бедой. Я рад, что Господь помог тебе вовремя понять все это». «Не очень стыдно перед ним», — призналась Лена. «Ведь я постоянно обижаюсь на Него за то, что Он не отвечает на мои молитвы». «Когда мы впадаем в опасное Своеволье, Господь нам это показывает разными способами. Иногда своим молчанием», — объяснил пастор. «Но Его цель — вернуть нас на тот путь, который ведет к вечному благу». «Да, это так», — согласилась Лена. «И сейчас я даже радуюсь тому, что не вышла замуж, потому что смогу больше времени трудиться в церкви. А я думаю, что теперь, когда ты принесла в жертву своего Исаака, Господь вполне может устроить и твою семейную жизнь», — сказал пастор. «Не знаю, ведь мне уже скоро тридцать исполнится», — возразила Лена. «Дорогая сестра, неужели ты думаешь, что это препятствие для Бога?» «Есть ли для Него что-нибудь трудное?» — укоризненно спросил пастор. «Конечно, Господь может все», — улыбнувшись, ответила Лена. «Но, наверное, мне действительно лучше остаться незамужней». «Только не впадай в крайности», — посоветовал пастор, — «потому что можешь опять сделать ошибку. Пусть Бог управляет твоей жизнью, и тогда все у тебя будет хорошо». «Да, только бы не свернуть с его пути», — задумчиво произнесла Лена и с благодарностью, взглянув на пастора, сказала. «Спасибо вам, брат Сергей. А сейчас мне нужно готовиться к занятию с детьми». «Удивительно, я пропустила только один воскресный день, а уже успела так по всем сосудам».